Спокойный тихий поселок Ленёва со своими трудностями и проблемами, свойственными городку на периферии. Здесь прогуливающихся людей-то на улице можно редко увидеть. Все должно измениться с присвоением статуса территории, опережающего социально-экономического развития. Инвестиции, новые производства, занятость населения – все это способно оживить и преобразить поселок. Из 10 тысяч трудоспособных жителей Ленёва около двух работают на градообразующем предприятии электродном заводе. При плановой советской экономике это было оправдано, при свободном рынке рискованно. Наряду с действующим градообразующим предприятием должны быть созданы еще предприятия, которые бы в случае кризисной ситуации не допустили массовой безработицы. Именно для этого нужна диверсификация и новые производства. Здесь с кадрами не будет проблем, потому что в развитии те, которые уезжают у нас сейчас искать работу. Берск, Искитим, Новосибирск – тоже доступная система, но дома ближе и лучше. В Ленёвском домостроительном комбинате осваивают производство стеновых панелей и плит для 18-этажек. Здесь и мощности для развития есть, и готовность увеличить количество работников. Но компания не попала в список предприятий, для которых вводят налоговые льготы и преференции. Во-первых, он уведет некоторые финансовые потоки, которые предназначаются для налогов. Самая большая часть – это страховые взносы, почти 30%, которые можно потом перенаправить в какую-то модернизацию, которая после чего позволит увеличить рабочие места. Комбинат сейчас пытается добиться пересмотра перечня производств в территории опережающего развития. Десять компаний, которым повезло больше, уже приглядываются к новой экономической зоне. Обувь России – одна из тех, кто готова вкладывать деньги и хоть завтра начать проектировать. Сегодня еще мы не защищались на уровне Новосибирской области по резидентству. Мы готовимся к этому. Как только пройдет защита, тогда будут более активные действия по финансированию этого проекта. Подвести коммуникации к площадке Тассер-Ленёва в администрации готовы в ближайшие месяцы. Надеюсь, что новый экономический статус посёлка позволит уже в следующем году открыть новые производства. Александр Попов, Андрей Дулепов. Новости ОТС.